Здравствуйте! В эфире «Тобольская панорама» и обзор самых интересных событий из духовной столицы Сибири за прошедшую неделю. Обсуждать и анализировать сегодня с вами буду я, Анастасия Терехова. Далее, коротко о самом главном. Индустриальная симфония. Тобольск стал участником федерального проекта «Ночь завода». Выбрали сами. В 7-м амикрорайоне уже в сентябре появится сквер нефтехимиков. 600 литров похлебки и призовой килограмм икры. Дан старт гастрофестивалю «Уха царица». В Тобольске стартовали рыбные недели в рамках 10-го юбилейного гастрофестиваля «Уха царица». До 2-го сентября в 17-ти кафе и ресторанах города можно будет отведать не только ту самую уху, но и разнообразные супы мира. Завершится фестиваль большим гулянием на Базарной площади, где для гостей традиционно сварят 600 литров ухи. Чем еще удивят Тобольск и в чем залог успеха «Ухи царицы» обсудим с Еленой Белески, координатором фестиваля. А пока топ-5 событий этой недели. Впервые в Тобольске прозвучала симфония, на создание которой автора вдохновило предприятие «Запсибнефтехим». Музыкальное произведение и целый аудиоспектакль подготовили для Всероссийского фестиваля «Ночь заводов». Горожане в наушниках могли услышать жизнь завода. Целый год шла подготовка к культурному событию в Тобольске. Музыканты, драматурги, актеры и режиссер пропускали через себя все процессы нефтехимического производства. Совсем скоро в Тобольске появится сквер нефтехимиков. Новый городской объект в 7-м микрорайоне планируют завершить в начале осени. Качели, скамейки, спортивные площадки, уличные теннисные столы, зона для воркаута, тренажеры, в том числе для маломобильных табаляков. Такое обновление старого пустыря жители выбрали сами по итогам рейтингового голосования. Проект вошел в федеральную программу «Комфортная городская среда». Поисковики из Челябинской области ищут родственников участника Великой Отечественной войны Валентина Григорьевича Стрельцова. Летчик-инструктор погиб в 1944-м во время учебного вылета. По сведениям добровольцев, у него две дочери – Валентина и Людмила. Одна из них, вероятнее всего, живет в Тобольске. Важна любая информация, ведь в Челябинске планируют открытие стены памяти всех погибших летчиков. Столетний юбилей отметила жительница Тобольска Василиса Сергеевна Спасенова. 25 лет она трудилась на благо нашей страны. Была участницей трудового фронта, удостоена медалей. И сейчас Тоболячка окружена заботой близких. Открытая к душевным разговорам, с улыбкой на лице, она охотно делится воспоминаниями и секретами долгой жизни. За праздничным столом поздравить бабушку соберется вся семья. Двое детей, трое внуков, пятеро правнуков и шестеро праправнуков. В Тобольске день Тюменской области отметили фестивалем «Дружба народов». Хлебосольность демонстрировали девять национальных подворий. Немцы, чуваши, украинцы, белорусы, узбеки, азербайджанцы и, конечно, русские с татарами. Новичком фестиваля стала таджиковская диаспора. Столы ломились от ароматных блюд, напитков и сладостей. Везде встречали гостей с песнями, танцами и играми. И теперь главной темой выпуска наш гость сегодня – Елена Делески, координатор гастрофестиваля «Уха Царица». Здравствуйте, Елена. Добрый день. Фестивалю 10 лет, радостная, красивая дата. Но и он не только не сдает позиции за это время, но и наоборот, мне кажется, он прям вот растет, развивается, расширяется. Как считаете, в чем секрет успеха, в чем секрет его популярности вообще? Действительно, вы очень правильно сказали, что фестиваль развивается. И с каждым годом мы видим, что все больше и больше табаляков и гостей города хотят приехать на фестиваль и хотят в нем поучаствовать. В прошлом году у нас была интересная история, когда огромное количество табаляков пытались за эти две недели фестиваля успеть попробовать всю «Уху». В прошлом году у нас было 18 участников, и это сказалось непростой задачей. А, ну за 14 дней 18, да, это надо прям плотно найти. Это две недели люди ели «Уху», на завтрак, обед и ужин. И мы действительно считаем, что это такие преданные адепты нашего фестиваля, мы очень им рады. Фестиваль радует гостей, он является таким символом Сибири, символом Тобольска. Рыба, река, гастрономия, наше гостеприимство сибирское. Вот в нем все это объединилось, да, и стало такой точкой всеобщей любви. Поэтому мы рады, что фестиваль сейчас является городским, он перешел на базарную площадь, которая для него идеально подходит, на наш взгляд. Уже третий год мы будем выставлять котлы на базарной площади и варить в них «Уху» и угощать ей всех гостей. Вообще вот эта история про то, что я помню просто как начинался фестиваль «Уха царица», это был один день, это были котлы, все варили тут же при вас и уже там, да, вот удивляли. Потом фестиваль разросся до там нескольких недель, да, получается, и, в общем, и живет с этим. Это оправдывает себя вообще, вот я так понимаю, да, исходя из того, что люди ходят? Безусловно. Мы вообще сейчас фестиваль ставим задачей не только сделать вот этот большой праздник, когда мы варим и раздаем уху, но и продвигать гастрономическую культуру Тобольска. Ведь мы становимся все более и более туристическим городом, а это значит, что требования, которые предъявляются к нашей гастрономической культуре, очень высокие. И фестиваль призван в том числе и поднимать эту культуру, учить рестораторов, учить гостей города, рассказывать о том, куда можно сходить и где что поесть. И поэтому в этом году, например, мы ввели главный приз для рестораторов, это поездка на самое значимое, пожалуй, событие в гастрономической истории вообще нашей страны. Это фестиваль гастрит в Сочи. Поэтому победитель ресторана или кафе, который станет, сварит ту самую уху царицу, за которого проголосует наибольшее количество гостей, получит у нас приз. И поедет в 2024 году в Сочи повышать свое мастерство. То есть там будет обучение и потом привезут они вот эти самые сливки нам сюда и будет все это в Тобольске. Смотрите, про голосование уже заговорили. Я так понимаю, что опять же вот эта динамика развития фестиваля начиналось все с жюри, с какой-то оценочной комиссии. Сейчас это все отдано на откуп нам, гостям, табаликам, туристам. То есть как мы выбираем, как мы голосуем? Кроме того, что рублем там, скажем, можно же где-то на бис пойти уху попробовать. Все так, кстати. Некоторые так и делают. Приходят сначала на обед, попробовали уху, а потом говорят, так, вечером мы сюда идем с семьей. И приходят и едят уже всей семьей это уху, потому что вкусно. Голосование в этом году у нас будет на сайте uhater.ru. Мы призываем всех заходить на сайт, пробовать уху в разных кафе и ресторанах и приходить голосовать. У нас рейтинговое голосование, то есть мы просим поставить гостей оценку каждой попробовой ухе от 1 до 10, где 1 это невкусно, а 10 это очень вкусно. Потом мы сводим все эти цифры, менеджер сидит у нас и отсматривает, проверяет чеки. Там обязательное условие в голосовании это прикрепить чек из того заведения, где вы только что поели уху. Чтобы это не было голосовано. Там не было никакой возможности подставных результатов. Мы в прошлом году столкнулись с тем, что многие кафе и заведения хотят тоже поучаствовать в ухе, но в рамках их концепции, их меню уха никак не заходит. Например, это могут быть какие-то суши, бары, рестораны, правильное питание, кафе и так далее. И тогда в этом году мы решили предложить новую номинацию. Сейчас у нас есть две основные номинации. Это уха царица, та самая уха. А вторая номинация – рыбные супы мира. Тут мы видим уже, что у нас готовятся. И средиземноморские супы пюре из топинамбура, и том-ян есть. И лососевый сливочный суп. Ждем, кто у нас французский боябес приготовит. Да, кстати. Если рассказывать про все-таки большой праздник, который так зафиналит это все, 2 сентября на базарной площади будет гуляние. Что будет интересного там? Что может быть чем удивить? Что необычного? 2 сентября на базарной площади мы стартуем в 2 часа дня. Там будет все интересное, поэтому буду рассказывать, видимо, обо всем. Да, конечно. Начинаем мы в этом году с уникального карнавального шествия. Собираем всех гостей у дома императора Николая II. Большим, веселым, шумным шествием мы пойдем по улице мира прямо на базарную площадь. Всем участникам раздадут такие красные колпачки, и это будет шествие Мадам Колпак. А когда мы придем на базарную площадь, один из тех, кто в красных колпачках, получит главный приз этого мероприятия. Это килограмм красной икры. Поэтому мы очень всех призываем прийти именно в 2 часа дня к дому Николая II и получить колпачки свои. Что надо сделать, чтобы ты вот все, икрой тебя сна... Только получить колпачок. А, то есть это просто какая-то лотерея. У нас будет один счастливый колпачок, в котором будет спрятана икра. Но узнают об этом человек, только придя на базарную площадь. Я знаю, что у вас еще и какая-то там гигантская рыба запланирована в шествии. Все так, ее уже готовят, ее шьют, изготавливают и пронесут, как, знаете, китайские драконы на палочках. У нас будет большая сибирская рыба, которую всем шествием мы понесем. Она проплывет по улице Мира, заплывет на базарную площадь и останется там у нас как символ фестиваля. Поплыли. То есть тут у вас такой еще и площадной, как некий, ну не театр, может быть, но элементы. Театр, это будет театр. Свободный молодежный театр готовит наше шествие. Они все это сейчас готовят, репетируют. Мадам Колпак собирает своих детей, которые будут в этих колпачках заводить. Мы очень призываем гостей тоже включиться в карнавал, именно надеть тельняшки, костюмы, прийти и вместе весело пройти. Главное, чтобы с погодой не... чтобы не подвела погода нас, конечно. Погода... Хотя, мне кажется, на уху приходят в любую погоду. Столько лет, мне кажется, примерно половина из тех десяти фестивалей, которые вот сейчас десятые у нас, у нас был дождь. Никому это не мешает. Да, очевидно, потому что, ну, сентябрь. Я думаю, да, тяга к ухе, она велика. Я еще знаю, так по секрету, да, что будет... Обычно это все же так на ходу, по походному как-то, что в этот раз будет прям застолье. Ну, вот такое. Да, мы решили отметить десятилетие. Позвали представителей муниципальных образований Тебенской области. Поэтому к нам едут гости из Илутеровской, Шима и других муниципальных образований. Они будут готовить свою уху. А мы всем приготовим большой стол и позовем гостей. Всех гостей, не только представителей муниципальных образований, но и всех гостей, жителей города Тобольска. Присоединяться к нашему застолью. Мы раздадим уху, мы все сядем за один большой стол и будем сидеть большой дружной Тобольской семьей. Ухи на всех хватит. Всегда вот это нервы есть такие, да, что поздно приедем, всю уху съели уже. А, там что, хватит на всех? 600 литров ухи. Конечно, мы не можем гарантировать, что хватит прям вот совсем на всех. На всех прям что? Да, потому что приходит гостей на фестиваль у нас очень много. В прошлом году было около 10 тысяч гостей. Ну да. В этом году мы рассчитываем не меньше. Но мы будем стараться, чтобы на всех хватило. То есть это все бесплатно, сразу скажем, можно будет отведать хотя бы там. Да. Может быть не насытится, но отведать. Я так понимаю, что еще и победители тоже будут демонстрировать свое искусство. И вот как раз участвовать в варке вот этой самой большой ухи, да? Да, у нас традиционно победитель прошлого года стоит за главным котлом. И вместе с главой города варят большой котел в настоящей царской ухи. Тогда всех пригласим, наверное, сначала наслаждаться рыбными неделями, да, смаковать во всей красе фестиваль. Ну и 2 сентября увидимся все на Базарной площади. Спасибо вам за разговор. Я напоминаю, что у нас в гостях была Елена Делески, координатор фестиваля Уха Царица. А что еще интересного происходит на сибирской земле, Тобольская панорама покажет через неделю. Всего доброго. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин